Половина императорского пингвина, 47 голубей и 560 летущих мышей. Так свой вес измеряет Александр Бегун. Четырехлетняя девочка с интересом изучает интерактивные экспонаты в музее человека. Он разместился на цокольном этаже Дворца Республики. Всего на площади в 600 квадратов работает 7 тематических зон. Основная экспозиция знакомит с физическими возможностями и анатомией человека. Корень, спинка и кончик языка. То есть нажимается, например, на сладкая конфета, мы видим, что кончик языка отвечает за сладкое. Также каждый вкус нажимается, но у нас здесь есть еще особый вкус, даже больше пищевая добавка. И когда мы нажимаем, мы видим, что загораются все вкусовые рецепторы. Всего в музее 70 экспонатов. Они моделируют работу сердечной системы, показывают, как кровь циркулирует по сосудам, а также позволяют измерить поле зрения или скорость реакции. Так посетитель становится основным объектом изучения. В этом музее главная роль также у гостя. Ему предлагают отправиться в путешествие в детский мир. Сейчас в экспозиции собраны настольные игры разных времен и народов. В одном месте около полутысячи забав. Франция, Германия, Африка, Япония. Удивляет не только география, но и история. Например, манкала. Это развлечение было популярно у земледельцев 3000 лет назад. Здесь нужно сеять зерна. Вот два игрока, одно поле ваше, одно соперника. Суть в чем? Вы берете зерна из одной ломки и сеете в каждую последующую ломку по одному зернышку. Таким образом, чтобы на вашей стороне собрался весь урожай. В музее представлены все виды шашек и шахмат, различные ребусы и головоломки. Коллекцию собирали по всему миру. Часть покупали на аукционах, часть делали по индивидуальным заказам, а некоторые экспонаты приносили посетителям музея. Раритеты собирали и в центре океанографии. Там можно познакомиться с работой полярников и мореплавателей, увидеть макеты подводных лодок и робота, который работал в трех антарктических экспедициях. Полярники, когда возвращаются из каждой экспедиции, они привозят нам какие-то новые экспонаты. То есть у нас в центре океанографии, в том числе, вы можете увидеть и белорусский флаг, который был поднят в первой белорусской антарктической экспедиции. В центре можно погрузиться в глубины океана и познакомиться с экзотическими обитателями. Всего в аквариумах проживает более 200 видов морских жителей. Среди них аксолотль, мягкотело и кайманово-черепахи. А в этом столичном музее предлагают совершить экспресс-путешествие по Беларуси. Несвежский замок, Брестская крепость и национальная библиотека. Вся сторона в мини-формате. Всего в музее представлено более 30 достопримечательностей Беларуси. Как существующие, так и уже исчезнувшие архитектурные объекты. Часть из них представлена в виде вот таких макетов. Остальные же можно увидеть в очках виртуальной реальности. Также у музея есть мобильное приложение. Скачав его, можно бесплатно воспользоваться услугами аудиогида. Сейчас в музее 22 макета, но в ближайшие 5 лет их количество увеличится до 70. Это как раз-таки то здание, в котором находится наш музей. Дворец культуры профсоюзов. Однако оно здесь было не всегда. Ранее в 16 веке на этом месте была церковь Святого Юрия. Она была построена как раз-таки полностью из дерева, однако после сгорела. Все экспонаты интерактивные. Посетители могут выбрать режим «день-ночь» и тогда макеты оживают. Зажигаются огни не только в твоем городе. Елена Витко, Виктор Шпак и Денис Соколовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова